У городских властей планов громадьё близится к своему завершению строительства корпуса Первой горбольницы. По словам градоначальника, в середине августа медучреждение получит компьютерный томограф и оборудование на 14,5 тысяч гривен. Практически переоснащена станция скорой помощи. Точку в этом деле поставила закупка с семи машин марки Рено. Автомобили, которые пока ещё подлежат эксплуатации, направят в сёло. На 30% обновлённый троллейбусный парк. Владимир Яцуб отметил, в течение двух месяцев появится пять новых единиц электротранспорта. Проблемным остаётся один только троллейбус львовский, который был проплачен два с половиной года назад, и нам его львовский завод не отдал. Один автобус мы вырвали оттуда, а второй мы поставили условие заводу, что они не участвуют в тендере, пока не отдадут этот троллейбус. К слову о машинах, благодаря правительству Севастополь получил 9 школьных автобусов. Ездить на них будут сельские ребята. Теперь о водном транспорте. Один из купленных для города катеров готов встать на маршрут, по словам градоначальника, по крайней мере на время курортного сезона. В отчёте у главы города следующим пунктом идёт советский микрорайон. Коммунальщики отремонтировали 40 крыш, осушили 227 подвалов и починили более 170 стояков. Дороги тоже в центре внимания. У нас было на работы, связанные с внутриквартальными дорогами, 18 миллионов. Буквально 4 дня назад, без моей просьбы, кабинет министра выделил ещё 10 миллионов на дороги Севастополя. Как подчеркнул Владимир Яцубов, в Севастополе все лифты должны работать. На их восстановление из городского бюджета выделят 1 миллион гривен. 16 августа театр Луначарского закрывается на капитальный ремонт. Его предварительная стоимость – 18 миллионов гривен. Установка кондиционеров, замена кресел и полов – первоочередные задачи. В Доме культуры Гаринского района, так называемый Дом рыбака, мы в ближайшее время заменим наконец-то кресла дермантиновые. Эти кресла покупает меценат киевский. Общая стоимость стульев и кресел составляет почти 900 тысяч. Вчера мы приняли решение 250 тысяч выделить на центральную библиотеку нашу. Это 70 тысяч на компьютеры, на закупку книг. Теперь от планов к действительности. 10 июля сессии Гурсовета были утверждены новые тарифы на жилищные услуги для населения по 9 рэпам. Предложенные расценки вступили в силу с 1 августа этого года. Начальник главного управления ЖКХ поясняет, особенность в том, что теперь у каждого дома своя индивидуальная тарификация. Более 30% домов, это в основном дома малоэтажные и с низким уровнем оснащения, в этих домах тарифы уменьшены. Причем они уменьшены значительно, практически по некоторым домам доходят до 30%. Что касается остальных домов, разница между тарифами 2011 года и теми тарифами, которые сейчас приняты, составляет от 1,1 копейки до 9,1 копейки за один квадратный метр. Ответить на вопрос по Максимовой даче взялся председатель городского совета. Юрий Дойников отметил, 27 лет назад, 17 июня 1985 года решением исполкома Гурсовета был создан памятник градостроительства и архитектуры местного значения площадью 28 гектаров под названием «Комплекс усадьбы Максимова дачи конца 19-го – начала 20-го века». Меры по сохранению памятника были приняты решением сессии в 2009 году. С этим решением формулировка была изменена на памятник местного значения «Комплекс усадьбы Максимова дачи» с прилегающим к ландшафтным паркам. Была определена площадь 58,4 гектара. Сегодня в эти 58,4 гектара, к сожалению, не входят два земельных участка общей площади примерно 40 гектаров. В силу того, что они уже не из 58, а хорошо бы их дополнительно включить, считают ученые. Почему? Я пояснил это мнение ученых. В связи с тем, что на момент принятия решения на текущий год эти участки уже были выделены. Выделены двух жестизм. Один из них – это «Жемчужина», второй – было решение об утверждении строительного обоснования «Прохлада». Застройка мыса Хрустальная – ещё одна тема брифинга. В настоящее время здесь незавершённое строительство монумента защитникам города 1941-1942 годов. Территория для возведения отводилась управлению капитального строительства в 80-е годы. За данный период решениями Горсовета оформлено более 10 отводов с различным целевым назначением. Для формирования единого архитектурного градостроительного ансамбля был проведён конкурс проектов застройки. Один из таких меценатов был у меня в кабинете. Он говорит, да, я готов профинансировать. Но говорит, Владимир Ильич, вот там же сзади гостиничка должна быть. Я говорю, гостиничка – это не ко мне. Поэтому для того, чтобы было всё опять прозрачно, и чтобы через какой-то период времени на моём месте не сидел другой и не рассказывал, что Ая Цуба согласился, и теперь надо ещё гостиничку рядом с нашим комплексом строить. Поэтому я, с вашего позволения, вчера открыли в банке Укрсоцбанк расчётный счёт. Мы начинаем с горсредств на строительство архитектурно-исторического или музейного комплекса обороны Севастополя. Владимир Яцуба отметил, что есть два мецената, которые готовы построить монумент за собственные деньги. Поэтому надо принять решение. Вот эти инвесторы, я их так назову, которые так или иначе за 10 лет оформили и имеют право на эти земельные участки, готовы строить. Мы их привлекаем для того, чтобы частично финансировать или нет? Тогда остаётся кто? Государство и наш бюджет. Владимир Яцуба считает судьбу мыса Хрустальный должен решать глаз народа. Референдум определит, что именно будет там находиться. Ольга Деменчук, Павлина Горкуша, программа «Наше время». Субтитры создавал DimaTorzok